здравствуйте друзья мои я рад вас приветствовать на канале жук муравейники с вами дядя саша великий ужасный сегодня у нас будут наконец-таки нормальное за выживание 180 серия дробь 2 серия 180 дробь 2 серия 180 дробь 1 у нас не удалось нам помешали баги ящики психическая атака самоходных ящиков была отбита теперь мы можем смело броситься чертя голову в насыпши понимаешь ли азы выживания где мы прожили уже 700 дней 7 часов 20 минут поехали первым делом проверим работают ли ящики точнее шкафы работают так стоп надо музыку вернуть точнее внутрь игровую вернуть а это пока притормозим так ну что опять привет передам ольчики геннадий в ней и валерчику ленивому а любителям большим азов выживания но не только они любят еще много кто любит и в прошлый раз я не сергей передавал сергеевна ты там еще хорошо учишься а то эти привет передает больше не буду так значит придется вспоминать что здесь происходит куда я направлялся куда я следовал чего вообще хотел но я помню меня там медведь застрелянный валя и тся можно сходить к нему но это естественно будет только утром забрать него мясо кишки и пудру помаду все что любезницы надо так понимаю его шкуру но естественно один процент просохла значит и гон а на данный момент у нас ночь и тишина ночь и тишина а кстати мне жму ска такая есть у меня жму ска такая есть сейчас она может быть включится о включилась так ну что ж пока она там играет мы даем это мешочек по приходы главное разобрать правильный мешок они правильно не надо разбирать она тут не перепутать что трудно перепутать так получим одну шкуру одну ткань давай получим теперь еще за бонусом надо следить а то можем прозевать так на шкуру сразу шкафчик давай започатаем вот сюда в пустой да так 10 ткани собой ношу они весят килограмм весят килограмм так значит а безглавливающих 6 штук так музыка не мешай мне а то начинается для меня кстати в кв не помню был прикольный прикол когда под песню там для меня горит очаг пьеро нес буратину очень хороший смысл был у слов там для меня горит очаг ну кто смотрел гандинский петербург он знает там сцену когда один герой носит несет другого звучит эта песня там для меня горит очаг так на чем мы становились мы шкуру сбагрили да так ткань 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 но я наверное сюда класть не буду вообще 35 килограмм а что такое вообще большой вес что дров что ли много они дров вообще нету хочу такой большой вес а ну тут же одежда всякие эти бронежилетки шубы шапки шапки можем кстати себе теперь мей волчачью шубу забабахать да а ну топоры ну понятно котелок наконечник да это что это у меня древко а стрел мы делать не моем слишком темно ну наверное слишком наверное да вряд ли вряд ли мне скажут что я могу делать стрелы а для изготовления требуется освещение ладно утром изготовим хорошо так а чем же мне тогда тут заняться темноте делать ничего не могу а спать мы не так уж топ сильно хотим а у нас только ночь-то ночь-то только началась ладно тогда мы попробуем нож заточить это конечно ты всю ночь ночь-то точить не будешь пока точим нож можно музыку включить художественная заточка ножа под музыку ну а чё благородному донат не заточить нож под музыку да так главное не разобрать все это дело не увлечься потом мы пойдем медведя попробуем немножко попотрошить извиняюсь за это страшное слово попотрошить и сходим на точку приноса лута из океана как говорится дядя дядя нашей сети притащили мертвеца пойдем посмотрим не принесло ли там что-нибудь интересного на линию прибоя на так называемые гулаги все-таки я буду использовать это слово так а ботинки разрушены разрушена из Адранный да ну давай мы их туда разберем и типа как раз на гулагах и нашел соберем Так усталость половинчатая половинчатая устало есть что перетереть есть шиповник щеповник перетрем Шиповничек Перетрем шиповником за шмот Еще есть Ну давай еще перетрем шиповником за шмот Чтобы он нам пояснил за шмот Повязку из висящего Мозка Висящий мозг Из мозга висящего повязку Сделаем еще Давай еще Так значит Месяц за серединку перевалил Месяц перевалил за серединку Ну нам надо воды теперь испить Ну можно теперь подрыхнуть Так а жрать нам что есть А у нас есть чуть-чуть Какой-то там Попахивающий радужный форель Так ну Вообще у нас пока Ну 9 часов мы конечно не проспим Ну ладно сколько проспим Сколько проспали И значит мы проснулись утром рано Мы проснулись где-то в ванной О 5 лучей есть Как говорил Валера Если ты не съел много желтого снега И появилось 5 лучей у солнца Можешь попробовать пойти Что-нибудь себе на верстаке скрафтить Ну вроде как снега много не ели желтого И 5 лучей появилось Так значит давай сделаем Одну стреловидную алименту Элементарно Ватсон Текс Я правда не знаю Нагулять мне столько стреловидных элементов Ну как говорится Куй железо Не отходя от кассы Делай стреловидные элементы И бросай их в воду И будет тебе счастье Так вот это мы бросаем Не в воду А вот так Так в верстаке у нас что Улочка делает Так ну давай мы сюда вот этот наконечник запыхаем Так улочки Топливо Дрель Ножи Топоры Лампа Сигналка Три патрона Угу Значит Даже еще есть сигналка И четыре патрона Там я как-то Илье Просил И уже не раз Да еще раз попрошу И не развалюсь Илья Нужен мод на крафт сигнальных ракет Мне их так не хватает В этой игре Нельзя что-нибудь этакое Этакое Организовать этакий бордельеру Мод на крафт сигнальных Ракет Попоношенное термобелье Ладно Попоношенное термобелье Пока такое пусть будет Пойдем еще погуляем Пойдем погуляем О у нас тут дофига Шкур волчачьих Мы в принципе можем Из всего этого себе Запросто скрафтить Волчью шапочку Так А вот что я хотел сюда сложить Немножко лишнего А лишнего-то у меня нет Это все приготовить нам еще предстоит Тогда ничего не хотелось сложить Ну повязки давай сложим Хотя Ладно Давай сложим Этим тоже особо разбрасывать Пацан нельзя Так Тут у нас Че? Че? Луки Стрелы Эта стрела скоро поломается Ну ладно Пусть пока будет так Это я все Ну че могу на волоску отправляться? А вот я еще хотел убрать У меня по-моему Кожа высушенная Ну хотя с другой стороны Сто грамм А че я могу починить? Ну я и могу починить Только Рукзак А рукзак у меня пока Хорош Хорош Да очень хорош Ну валим в таком случае отсюда Валим Сжираем эту форель радужную Валим к медведю По пути Надо приобрести немного дров Где-нибудь Насогребать Пройдусь по согребательской И сыгребу дровишек Я А у медведя где-нибудь Костер я разведу Так У меня есть Это Это Испычки А еще у меня есть рель Так Ну вот эти я палки не буду собирать Пусть не лежат У меня тут два клена сушатся Это я по-моему Как раз на полосе прибоя раздобыл В районе так называемых Гулагских островков Так Ну че Пошли Дядь Саш Поглядим Че там на улице-то делается У меня 13 стрел Символично как Думаю для прогулки на улице Нам вот эта Музыка подойдет Которая у нас сейчас начнется Мы типа охотники Ну не за привидениями конечно Но охотники Гост вульфис Ну главное чтоб не гульфис Хе 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 Так Ну дрова нужны I need Drove I Very very Need Drove Кстати Ты не забывай что у тебя здесь нет спец Ножа Ага, а вот волк-то и есть Так, музон надо выключить Он мне несколько мешает Эй, музон, я ж тебя выключал Глянь, а... О, стрела, стрела, стрела Звонят колокола А откуда-то здесь, вероятно, какой-то Вульфис сдох Какой-то Гульфис сдох А вот бак на бесконечный бег-то у меня сейчас не проявляется А вчера проявлялся Так, ну что, волкодав Пойте ссуды Будем с тобой тут разбираться Так сказать, на открытом пространстве Да, и супермачете у меня нету Поэтому, ежели он на меня нападет Это обычный незваный гость И мне нету здоровья Ага, вот он, он идет, наконец-то Идет мой друг Мой друг художник и поэт На драку звать их смысла нет Да? Да Есть, и стрела поломался Ты сожрал, падла У меня хоть есть еще одна приманочка? Есть, да? Сожрал, падла Вот, падла Ладно Ну, как говорится, лучше без приманки Но с целой задницей Чем С приманкой Без приманки И с разодранной задницей Лучше без приманки Но, чтобы задница была цела у персонажа У остридиной Ева Лампиевной Так, а мы здесь, значит, стрелу себе халявную Оттопырили И погодка нам говорит, что Походу До Медведя Мы не то, чтобы не дойдем Мы, конечно, дойдем до него Но Нам там особо ничего не светит У Медведя Да А нам не одежды Сколько всякой Супермодной, да? Угу И минус сколько? И минус 17 Получите И, так сказать, в этом можете расписаться Ну, пошли тогда еще Дрова пособираем Вот, я вижу, какие палочки валяются Это ж палочки Или это, так сказать Масштабное место гибели волков Куда они все стрелы отнесли Да нет, это палочки Это палочки Так Угу И вон еще палочки Еще палочки Ну, а что, в домик зайдем, что ли? Обогреться Ну, наверное, придется Потому что он уже Он уже обморость пошла По телу Фига себе Нам не столько одежды козырной одета Из модов Так практически читерный И один хрен холодно, а? И один хрен соукол Пошли Так, вот мы вперлись в домик Ну, тут уже практически все мной было вырублено Выкушено Ну, давай мы, значит, соберем стрелу Стреловыдный элемент А какой у нас вообще, как бы, бонус? Как бы бонус? А, тут как бы Тут как бы бонус вам не сказан Как бы бонус 32 тепла И 12 зашиты от ветра Ага Вот обвредилась ты Как чучело-то обвредилась Ну, волчью шапку можно собрать Собрать волчью шапчонку А эта шапчонка, кстати, хреновенькая Это тоже не новая Ну, хотя как не новая Нормальная она Можно волчью шапчонку сделать себе Ну, сделаем Подушка Подушку разломаем ножом Разломали Так, подушка Разломаем ножом И больше тут у нас ничего нету, да? Ну, гля, все поразломал уже Шаром покати Ааа Это что случилось? Пьюф, пьюф, пьюф Бомбардировка Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Мда Случилась бомбардировка Вот эти, кстати, лаги Происходят не из-за модов Этот уже Это уже дорогой наш Товарищ Рафаэльич Это он ответственен Ответственен за сие мероприятия За то, что такая бомбардировка Дверями произошла Самое печальное, ребяшки, девчатки Что, ну, мы, конечно, редко что-то на кухне храним Но если вы туда что-нибудь положили Произошла такая бомбардировка дверями То не найдете вы никаких Своих ресурсов Вам придется с ними проститься Да Придется проститься Ну, это пока работает Ну, короче Короче, дело к ночи Так, а что мы можем лампу это разобрать? Нет, лампа не разборная Воду я тут, конечно, уже давно Давным Давным Эту воду я попил всю Ну, еще бы Так, мы можем поспать пару часов В надежде на то, что погода улучшится И мы все-таки до медведя дойдем Кстати, мне жевнуть особо нечего, да? Ну, если мы до барака добежим То у нас будет Много рыбы валяться Которую можно поесть Так, ну что, тогда пошли к бараку И воды у меня тоже особо нету, да? Ну, придется нам где-то что-то разжечь И добыть воды И скоро моя шоколадка Хэллоуинская На 2,5 тысячи долларов рублей калорий Скоро она испортится Но мы будем жрать и испорченную тоже Нам наплевать Наплевать Мы будем жрать и испорченную тоже Выходи Так, что-то я вышел И гляжу я погода-то тут лучше-то не стала Хотя потеплело немножко Было, по-моему, минус 17 17, стало минус 8 Вон медведь лежит Вон он грузный Грузный серой кучкой валяется Вот волчек валяется пристреленный Ладно, пошли до медведя Так, бак на вечный бег у нас хренушки работает К срате сейчас со стаминой Все правильно Но правильно отображается Хотя, не, неправильно Она же вон опять начинает Не, не, неправильно Неправильно Так, а что там у нас? Волк вдалеке? Волк вдалеке Медведь вдалеке Погода не очень подходящая Чтобы по гулагу шастать Тем более мы сейчас можем скупнуться Гулаг такой беспонтовый Доставая из него, так сказать, ништячки Можно скупнуться А почему бы благородному дону не скупнуться? Да как-то не очень хочется благородному дону скупнуться Хотелось бы без всего этого обойтись Без скупания Так, а факелов красных у меня нету, да? Не, 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 мне про... Надо хотят вот так, погляди Что-то лампу достал Тоже кого-то и удивить хочешь лампой своей Нет, факелов красных нету Красный камеры Красный факел нам не дали Так, ну тут у нас за наши 700 дней Накопилось много всего Хорошего и плохого Поэтому мы сейчас вот это все съедим Несмотря на то, что оно мерзкого качества Мы это сожрем А, ну воды у меня тут тоже полно Мне воды готовить не надо Я совсем забыл, что воды-то у меня тут До попина Кто? А ты откуда, падла, взялся? Откуда ты взялся, такой красивый гаугавчик? Теперь, блин, непонятно, как вам приманки кидать Близко подходить, боишься Ну, то есть киданешься Говнюк Откуда ты нарисовался? Я же его не видел Ну, может, я его просто не увидел Может, я просто слепенький Так, кижусь разрушенный Он, скорее всего... О, 4 килограмма Но он нас сейчас сожрет И 4 килограмма Глазом не моргнул Не, не влезло 4 килограмма А я думал, влезет По-моему, еще кто-то идет Какой-то я звук слышал Не? Померещилось Не, ну это бывает, конечно Так, тут я знаю, вода есть, да? Ну, давай мы... Я хотел выпить Так, а тут тоже вода есть А на улице вода у меня не стоит, да? На улице воды нет Вон там за бугром где-то волк ходит Вот тут у меня медведь валяется Тут дорожка выстелена Мне до дома мизантропа Чтобы я не заблудился Так, Миш, но мы не можем из тебя Ты какой-то легкий 28 килограмм в тебе Ну давай мы пару КГ из тебя дернем Да, за пару КГ мы замерзнем И неплохо Так, придется мне валить отсюда Потому что и одежда у нас портится И можно, конечно, развести костерок Скажем так, в печуре Ну, а что это нам даст? Все равно будем ходить одежду свою портить Она вот была почти новая, когда я там глядел Не латать или ее А сейчас она тоже почти новая Так, ладно Почти новая одежда У меня тут запас факелов Еще непонятно, с каких времени он остался Минус 6 А, кстати, теплее, да? Несмотря на то, что нам собирается какая-то метель начаться На степлет Ну, можем вот что попробовать сделать Эксперименту небольшую У нас же есть медведи же Спальный мешковин Есть, да? Плюс 3 даже тут у нас защита от ветра У нас намокла одежда, нет? Так, намокла чуть-чуть На 12% намокла На 8% намокла На 8% Ну, давай мы поспим час и поглядим Намокание О, намокание, походу, не ушло Походу, вообще капец Да, скорее всего, минус Ну-ка себе Да нет, отогрелись даже чуть-чуть Даже чуть-чуть отогрелись 12% Так, по-моему, все как было, так и осталось Ну, ясно Ноль Хе-хе Интересное кинцо Ну Ага, минус 1 Есть предположение, что нехрена тут сидеть Дров 12 Это вот так Ну, мы можем, конечно, костер развести Ну, это немного будет 26 палок и все больше Есть еще дрова А дровишки есть еще? А, есть, вот 9 Факела плюс можно поломать, да? Да, факела можно поломать Ну, давай, что ли, я не знаю Посидим здесь пока Потому что туда-сюда И к лаустрофобии постучится В дверь Вдруг как в сказке К лаустрофобии А это как-никак Сейчас я штук палок Штук 15, наверное Или 14 или 10 Для костра Заполучу Разобрав все вот это Почти как баги, которые у меня сегодня были Только там топоры были нарисованы Много красных перечеркнутых топоров Так, ну давай Мы их будем пока собирать Пока мы вроде не шибко сильно замерзаем Хотя потихоньку, вон я гляжу, замерзаем Ну ладно, терпи Терпи, терпи, мать Сейчас мы разожжем тебе костерок Ну это я еще со 100 дней во мраке Факелов столько оставил Потому что там у меня Костры горели Долго Можно было факелов из них надергать И накидать Был у меня такой челлендж 100 дней во мраке Ну кто азы выживания смотрел мои Или кто будет смотреть Тот с ним, конечно же, ознакомит Ися Так, очень холодно Да это я понимаю, что очень холодно Очень холодно Разведи огонь Да посильнее Да посильнее Огонь Разведи Разведи огонь Сейчас разведем Не переживай Только фиг ли толком Может все-таки его не разводить А свалить отсюда Что-то факела Факела не кончаются Я их разбираю, разбираю А они не кончаются Не кончаются Вообще как таковая нам рыбалка То ни к чему Потому что рыба у нас тут валяется Вокруг Тьма-тьмушшая Мы можем вот этой супердрелью Собственно говоря Нафига нам рыба Непонятно, да? Ну если только топливо собрать В канистрочку Для этих Для лампочек А так больше она нам вообще не нужна Ну хотя как не нужна А кушать-то ее что-нибудь Не хочешь? А кушаться Кушаться ее Можно Ну да, кушаться ее можно Ладно, на данный момент Мы с тобой будем Перетирать факела В шепке Кстати, глянь Тепло какое-то низкое Мы так много факелов Запихали А тепло-то низкое И у нас одежда Еще так вроде Не сильно Дрешовская Хотя вот Сейчас показывает До нее шестнадцать Шестнадцать Это хорошо Шестнадцать Это добротно Так, ну а что зря печка горит Нечего и зря гореть Вода пусть делается Вот так Что ты ее зажег И стоишь тут Вот, теперь свои факела Перетирай Сколько Сколько влезет В порошок Или во что-то Там их перетирать Изволишь Так, значит Ну на всю ночь Нам наверное Теперь хватит Этого Этого горючего Материальчика Ну с медведя С медведя Сходить Немного мяса Потрезать Мясо приготовить Ну можно мясо Кишки Кишки нужны Там с медведя Ну теоретически Да Практически Не знаю Я вообще Можно экстрез Отнести пока В дом Мизантропического Мизантроп Что ли Так Значит За четыре часа Пятьдесят минут Так Да Расплавление Двадцать семь минут Ну понятно Мы же факел По моему За минуту разбираем Не за две минуты Разбираем На запы части Так Одних факелов Хватит почти На всю ночь Да не На всю ночь Не хватит У тебя же день Не закончился А вот теперь Нельзя По крайней мере В восемнадцатом году Было Хеллоунский Ивент Поиграть И чтобы потом Его сохранение Использовать В обычной игре Теперь сделали Они раздельные Действия В ивенте И отдельно В общем Выживание Хитрый Рафик Сделал Сохранение Невзаимозаменяемое Наверное специально Для меня Чтоб дядь Саша Сохранение Туда-сюда Не перекидывал А то Говорит Знаю я этого Анкл Саша Сохранение Перекидывай Туда-сюда Мерзавец И еще Меня поносит И меня поносит Перекидывая Сохранение Теперь Теперь Лавочку Лавочку Мне прикрыли Теперь Канадцы Так 8 минут До расплавления До расплавления 8 у нас минут Давай Расплавим Приятель По одной Ну а что Рыбу наловить не будем Или будем Или пойти Медведя Отрезать Отрезать От него Что-нибудь Там такая погода Прекрасная Что вот это Отрезание От него Что-нибудь Будет нам Очень дорого Стоить Кстати А у меня здесь Есть вообще Гвоздодера Ни хрена себе Почему здесь Гвоздодера нет А я его сюда Не принес Это я лошарик А лошарик Смешарик Гвоздодер Сюда не принес Что же мне Топором рубить Разбить Пол-литра Втребезги Да я тебе Канистра Сгорючим О В ней есть Немного Ну давай Мы в нее Будем опять Наливать А давай Мы в нее Будем опять Наливать Так Ну вот это Мы тогда Пока сюда Швырнем Значит Вот такое Явление У нас Гвоздодер Мы посели Гвоздодер Мы посели Еще на что-то Надеемся Значит Будем Богованным Образом Нечестно Будем Прорубь Рубить А вот так Мы будем Рубить Сохраняй Свой топор Сохрани Свой топор Храни Топор С молоду Храни Топор С молоду А прорубь Снову Так Значит О Прорубь Гля 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 Она немножко Такая стала Типа Отверстие Ой Ой Погоди У меня что-то Еще это Вода 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 До закипания Одиннадцать минут До закипания Одиннадцать минут А сколько вот минут Внутри игрового времени Это прорубь Снова разбивается А этого никто Нет Кто-то конечно знает Этого я не знаю Сколько она разбивается Снова А На шестнадцать минут Она заморожена Я вас понял То есть на шестнадцать минут На шестнадц процент На шестнадцать минут Типа я ее разбил А Вот Восемь процентов Осталось Я правда Не заметил Какое качество У меня было У топоря Ускоса Прежде чем Я начал Разшибать Ну Ладно Сейчас мы проверим Ну все Давай Разбивай Халобысь Так Он там что-то Девяносто с чем Был процент По-моему Девяносто семь По-моему Он так и остался Так Ну давай Мы три часа Половим рыбу Или два А это Давай два Давай мы В котелок Зарядим На два литра воды И давай Два часа Половим рыбу А там что Поймаем То поймаем Ну пока Вы ничего Не поймали Ну форель На два килограмма Восемьсот грамм Ну так В общем и целом Неплохо Так вот Форель бы на самом деле Такой отловить И все что ли Вот да Фу ты Ёперный Ёперный театер С улыбкой Странной Лажу какую Поймали Так Печки Пять часов Прорубь еще Пока чистая Ну давай еще На два часа Форель Приди Приди Кижуч Приди Кижуч Пятикилограммовый Тебя скорее Поймать я сейчас Хочу О Пришел Ого Шестикилограммовый Доруби Летяш Иди отсюда С рыбами Разговаривать Нельзя А то Сейчас опять Предъявят Что там Всякие Эээ Известные В узких кругах Ну всякие Малоизвестные Ютуберы Это тоже Используют Ну конечно И тут я Такой с рыбой Разговариваю Не буду Разговаривать С рыбой Не о чем Нам с тобой Говорить Так Значит Ему 41 минута Поспать что ли Пока 41 минута Точнее час Мы можем час Этот поспать Давай поспим А то же у нас Усталость Возрастает Возрастает Потихонечку Усталость Поэтому давайте Ка мы Поспим А что это за Странные звуки Такие Ну это как Между странного Это метель Это метелька Так Забрали Тяжуча И собрали 200 граммов Маслица Охо Охо Юшки Хохо А форель Аж 45 минут Будет в котелке Готовиться А что так долго Она вроде Маленькая 45 минут Вроде Маленькая Такая форель А 45 минут Не ну мы Давай еще Поспим Пусть форель Приготовится Это Ну да 6 килограмму Кижу А сколько ты Хотел собрать Конечно ты С него Соберешь 200 миллилитров Граммов А с форелей Всего лишь 70 Дречевский Форель Дречевский Форель Так Что у нас Тут есть Тут 12 Ветопалок Тут у нас 9 Ветопалок Передать Все А тут есть у нас витопалки. Нет, тут вода и какая-то шляпа. Шляпа и вода. Так, значит, сожираем рыбу. Давай вот это сжираем. Но это мы все не сможем. Это мы все не сможем сжирать. Да я и так знаю. Так, теперь сюда мы складываем палки для горения в костре. Ну и пока мы спали, естественно, прорубь замерзла. Ну, как же, конечно, она замерзла. Не, ну, это же не серьезно, что у тебя тут какой-то там альдебараке горит у тебя печь. И прямо тебе не будет ничего замерзать. Конечно будет, конечно будет замерзать. Это же мировой океан, ты чего? Против него никто не в силах выстоять. Это же сам мировой океан. Так, три часа будем рыбачить, да? Да. Против мирового океана, брат, не попрешь. М-м-м, это вещь. О, это что такое? Ясность такая наступила. Ясность мозга. Так, два килограмма пятнадцать грамм. Я гляжу, резко погода улучшилась. Прям ясность такая ясная. И ясность ясная пришла. Форель, брат, какая-то дрищовская. Вместе с этой ясной ясностью пришла. Ого, 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 млечный путь. М-м, а это дымок. Слушай, красота-то какая. Так, погромче надо сделать, чтобы волков позорных услыхать. А, вон он один бежит, мерзавец, уже ко мне. Ну вот, я вижу, уже поспешает. Я вижу, один уже, падла, поспешает. Что, застрелить его, чтобы он не мешался? Ну давай, застрелим. Куда-нибудь сюда. Господин Вульфиус. Опа-на. Я включил музыку про охотников на привидения. И он испугался и развернулся. Это был волк-дрыщ. Волк-дрыщ. Вернись, я все прощу. Гля, глаза-то издалека же сверкают. Ну-ка, музыка. Вот что творит музыка животворящая. Не, нифига. А, развернулся. А-а-а. Короче. Just play. Охотники за привидениями. И волки дают стрякача. Лайфхак от дяди Саши. Ну да, это волк-супер-дрыщ. Он опять возвращается. Ну давай. И третий раз пришел волк. И третий раз я включил Рэй Паркерса. Или Паркера. По-моему, что-то такое. Ну давай. Опа-на. Хе-хе-хе-хе-хе. Мамочки, помогите, охотники за привидениями. Спасайся, кто может. Возвращается, да? Хе-хе-хе. 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 Включаем. А-а-а! Спасить! Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Но Рэя... А я сейчас погляжу, как это правильно называется. Так, это я паузу ставил. Смотрел, как правильно называется. Правильно называется Рэй Паркер Джер. Джер это что значит? Младший, да? Не Паркерс. Рэй Паркер Младший. По-моему, Джер. Джер это Джуниор, наверное, имеется в виду. Когда приставочка Джер есть, значит, совпадает имя и фамилия. Значит, есть кто-то. Ну, типа Джордж Бурш Младший, Джордж Бурш Старший. Это Рэй Паркерс Джер. Джи-ах. Джи-ах. В общем, его охотники за привидениями в исполнении Just Play'e в кавер вообще волков вообще на раз отпугивают. Они просто убегают, убегают, обсираясь во все стороны. Ну что ж, попробуем еще раз включить. Так. Попробуем. Попробуем. Попробуй только. Ты-то мне только попробуй, не включи. Так, что у нас тут? Печки 2 часа. Буржуинить. Печка-буржуинка. Так, давай, форель. Это сколько форель у нас будет готовить? 35 минут. Это мы успеем поспать. Если речь идет о 35 минутах. Слушай, сколько раз волк заднюю включил? Четыре раза. По-моему, таких дрестунов я еще не встречал в своей жизни. Которые четыре раза подряд заднюю включили. У меня как-то было два, три. Но четыре, это, по-моему, уже перебор. Это волк сверх дрестун. Просто какой-то. Просто чемпион. Это чемпион среди волков, боящих штурмовиков. Боящихся всего на свете. Так, ну давай еще вот эту форелину зафигарим. Так, 2 часа. Ну, 20 минут ей. Но она, по идее, не сгорит. Давай попробуем. Сгорит так сгорит. Нам терять... Нам терять нечего. Ну, кроме масла, разумеется. Ну, и форель его мяса. К медведю не пойдем сейчас с него мясо. Там волки, боящиеся рейф паркеров. Джир. Ну, успели снять. Так. Форель мы, значит, загребли. И масла всего лишь 30. О, а тут и погодка, кстати, так себе стала. Так себе, так себе. Так себе, так себе, бабка июрьева день. Вот и тебе, вот и тебе, бабка июрьева день. Так, ну давай мы еще сюда напхаем немножечко дровишек. Немножечко дровишек. И, наверное, поспим мы. А с медведя потом на утро попробуем дернуть... Что мы на... Ой, зачем? Зачем ты достал? Ну, попробуем с него дернуть кишков и отнести на просушку. Ну, и мясо, если получится. Так, рыбку мы вот эту съедим. Так, ну а что? Может, мы пока будем 2 часа спать, чтобы у нас зря? Ну, мы же по 2 будем часа спать. Ну, давай, конечно, а что зря? Не надо зря. Не надо зря. Нам тут еще жить и жить. Поэтому пусть 2 часа. Там солнце поднимается. А волк, гад, он же нам сейчас будет мозг морочить. Он-то дрыж-дрыж... Он из-под тишка все равно, он и пойдет в самый неподходящий момент. Вот мы сейчас пойдем на гулаг. Накупаемся там, понимаешь ли. Печке горит 3 часа. Это ж падла на нас кинется. Я ж знаю. Я ж знаю, что эта падла на нас киданется. Поэтому нам как-то... А, я не настолько уст... Я не настолько устали. Устали. А, то есть я вообще отдохнули. Я вас понял. Я вообще отдохнули. Хорошо. Тогда мы сейчас так поступим. Сразу... А, я уже поставил. Блин. Блин. Это что был за звук? Это я блинкал. Или это волк гавкнул. Мне показалось, что что-то было сзади. Или это медведь ожил. В этой игре все можно ожидать. Дмитрий же часто писал, что у него медведи оживали. Может, у меня начнут оживать. Все возможно. Я знаю, точно невозможно. Я возможно. Так, где же этот волк дрышаром? Ну, он, конечно, может на нас напасть, пока мы возюкаемся с медведем. Да, предательски. Это он магиот. Ну, мы 2 килограммчик срежем. Ой, замерзаем. Ой, замерзаем. Ой, замерзаем. Ну, не до конца. Окейшки. Окейшки. О, а вот он, кстати, гад. Ну-ка. Не, не реагирует. Ладно. А, это не тот волк. Тот же с другой стороны. Я не понял вас, брат. Ты куда путь-то двигаешь? Ты кого жрать-то собрался? А, нихр... Что-то я не понял, куда он пошел. Нормально в задницу получил. А куда ты пошел-то? Я не понял. Что это были за манипуляции? Все-таки Рэй Паркер как-то подействовал, да? Да, Рэй Паркер как-то не так на него подействовал. Или я тут мясо какое-то выбросил. Он к нему шел, который перед этим выбросил. Нет. Тогда я не понял, что это было. Тогда я не понял, что это было. Ладно, я пойду погреться. Вот я не понял, что вы в моем холодильнике делаете. Что он вообще двинул-то? Я же ему в другом месте приманку кинул. Он на что пошел-то? На что ты пошел? Не, волк, ты давай, дела бросай. Давай ты себя нормально веди, как нормальный, порядочный волк. Рэй Паркер, мы так уж и быть тебя не будем включать, чтобы ты, это, не убежал. То куда ты рванул не в ту степь, брателос. Ну, вообще капец. Он опять не к тому мясу бежал. Он опять не к тому мясу бежал. Это не то мясо было, которое я раньше кинул. Они что теперь мясо жрать начали, которое им не кидали? Ой-ой-ой, вот это уже нехорошо, если вы будете мясо жрать, которое вам не бросали. Это мне прям не нравится. Это мне прям активно не нравится. Ой, давайте бросайте такое дело. Так, 2 часа 42 минуты. Ну, давай мы часик поспим. Вода, я надеюсь, не выкипит за это время. Там 42 минуты было до закипания. Что-то волки мне не нравятся, как они себя ведут. Не нравится мне. Иен, как говорил Армен Джигарханьян в фильме, по-моему, паспорт. Что-то мне этот гусь не нравится. Так, 40 минут. Ну, все, котелок можно забрать. 2 часа 48 минут. Так, теперь мне надо разобраться с... Ну, тут у нас, короче, бросить пока, наверное. Да, и оставить канистрочку. А вот это я, наверное, пока заберу. Я думаю, мне этого хватит. Ну, можно на рожишку. Ну, давай мы сейчас канистры сольем. А куда мы сольем? А, ну, вот это бросим. Вот. Чтоб слить в правильную тару. А то он сейчас сольет не в правильную тару. О, теперь вот это тоже можно бросить. Так, канистру ставим. Маленький пузырь забираем. Маленький пузырь. Мальчик молодой. Так, ага, здесь 0.48, здесь 0.50. Хорошо. Уезжать. Хорошо, возвращаться. Так, сколько печури гореть? Печури гореть 2 часа 10 минут. К сожалению, у нас не так много всяких там... Как их называют там? Рейшев, Шипомников. Чтоб мы себе горячее питье делали. Да. Чтоб типа идти медведя. Под горяченьким, чтобы медведя идти. Лутать. Так, волкодавов тьма тьмущая валяется. А где же у нас волк дрыч? Так, Мишутка. Мишутка. Минус 13. Да холодно. И главное, факела теперь нихрена не греют. А вдруг начали греть? У нас так много багов. Давай попробуем. Вдруг факела начали греть? Да не начали они греть нихрена. Раньше грели. Теперь хрен там плавал. Так бы можно было сюда штук 5 факелов принести, бросить. Да, нихрена тебе тут никаких факелов. Забудь про факела. Ну вот, в результате мы имеем какую-то лажу. Что мы дьявольски замерзаем и не можем никак согреться. Сейчас еще какой-нибудь волк дрыч прибежит и начнет на нас, на нас гавкать. Волк дрыч. Факел. Не-не, погоди. Факел тут не надо кидать. Зачем его тут кидать? Ты его здесь кинь. Ты его потом использовать будешь. Поэтому вот так. Пусть он тут рядом с канистрой. Пусть он нам подожгет канистру. Так. А нам, значит, надо погреться. Ну, мы будем греться, поедая мясо. Хотя это на самом деле не мясо, а рыба. Так, ни рыба, ни мясо. Это хорошо, конечно. Так, а что мы давай еще с тобой погреться? Ну, давай мы с тобой еще заточим ножичек. Кинжаль затачи. Шляп с ними кинжаль затачи. Так, кинжаль затачи. Шляпсы матные будут. Так, это точить бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно. О, так, а кишки зачем ты одни с собой носишь? А хрен его знает. Зачем я их с собой ношу? Так, печки горят час тридцать. Ну, пошли мы еще к медведю сходим, что-нибудь у него отпилим. Мясо, как я погляжу, особо напилить не получится. Не получится особо мясо. Слушай, а что я без этого? Да, я хотя бы факел все возьму. Может, какой-нибудь, если волк дрыщ, который песню в этот момент не будет слышать, прибежит хотя бы от факела. От факела отшарахнется. Ну, хоть кишков с этого медведя нарезать. Уж, я так понимаю, до мяса дело не дойдет. Уж дьявольски холодно. Погода дьявольски холодна. Ну, что там? Нет новых волков? Новых нету, и старые не приходили. Хотя вот кто-то где-то справа воет, я слышу. Ну, пусть воет. Так, факел застрял в воздухе. Это давай разберем. Точнее, соберем. Ну, почему-то собрать, а не разобрать. Ну, собрать так собрать, нам все равно. Нам что собрать, что разобрать? Мы же разницы не видим. Так, ну, значит, обогрев, да? Ну, а что обогрев? Ну, можем час поспать. Ну, давай, час поспим. Как следовать согреемся. Ну, и, наверное, че, че, че? Ну, пойдем еще кишки дергать. Может, потеплее стало. Мясо? А мясо, не знаю. С мясом что-то ничего не получается. Четвертануть его, мерзавца. Четвертануть его, мерзавца, чтобы ему мало не показалось. И отволочь его в дом мизантропического мизантропа и там разобрать на мясо. А у меня, по-моему, у дома мизантропа. Там такое количество кроликов. Нет, это не у дома мизантропа. Это количество кроликов у тебя валяется на острове ОРЗ, на острове Рогатого Заяца. Там, по-моему, кролика вообще все, все усеяно кроликами. Все пространство перед домом усилено Точнее не кроликами, а тушками Мясцом, даже не тушками, а мясцом Как мы видим, особо не потеплело А, не, потеплело чуть-чуть, смотри Смотри-ка, смотри-ка Смотри, сажают Смотри, подвозят Да, потеплело Ну что ж Это хорошо, что потеплело Ну а что нам там, светит у печуры обогреться Или все, печура погасла Ну-ка, пошли к печуре дернем Не, печура погасла Но мы здесь можем просто на спальном мешке Который у нас медвежий Хорошо, что все-таки я взял медвежий Он нам сейчас может послужить Мы можем на нем подрихнуть Подрихнуть немножечко И обогреться Можем же обогреться Намокла у меня одежда Намокла Чуть-чуть Чуть-чуть Минус один Минус один Те-те-те-ре-те-те-м там-ты-ре-те-те-те-м Минус один Сейчас посмотрим За два часа одежда высохла в спальнике, если спать Будучи вроде как защищенным от ветра Теоретически Чистотеоретически Хотя значок горит здесь защита от ветра Горит Гори-горит И мой значок Не, ничего не изменилось Потому что, наверное, нужно, чтобы это либо было в домике Либо чтобы Печечка горела Печка моя должна гореть, она не горела И, соответственно Нифига мы и не получили Хорошего Хорошего нифига не получили Так, медведь Возвращаемся к медведю Ну, мясо с него сейчас резанем Что нам остается Остается резануть мясца Вроде нам тепло Давай мы 4 килограмма резанем Так, нет, нет Только ножом О, мы в плюсе С ума сойти, мы в плюсовом плюсе Мы в плюсовом плюсе Так, мясо как надо подальше складывать А то к нему сейчас этот волк дрыщ прибежит И начнет его жрать За ним не заржавеет Мясо уже и так 46 А какая температура? Плюс 3 С ума сойти Мы в плюсовуху Плюсовуху Сгребли Ну, если я сейчас вот так отважусь На 10 килограмм Я могу прерваться Я могу прервать, если что, процедуру Если мне станет дюжа холодно Не стало дюжа холодно Как ни странно Да, туманчик какой-то присутствует Андромеды Так, ну, наверное, волков наших И улья Мюф Шекспиров Я замахиваться не буду Пусть они валяются Они мне пока не нужны Вы что за звуки такие? Это ветер? Вы меня не пугайте Я же, блин Я же... О, понятно Все Прощай, прощай Ты мой медведь Ой-ой-ой Так, я звук чуть потише сделал в игре А то, мне кажется, метель очень сильно метет Что-то мне прям не нравится, как она метет Поэтому я сделал с 7% звуком До 5 А то я сейчас на улице В бараке, когда было, тоже, мне кажется, сильно было Вообще обычно я на 5% играл Это я где-то на стриме добавил Кому-то было... Кому-то было плохо слышно Так, воды 3 литра Ну, давай мы еще с собой возьмем Ну, и мясо надо какого-то с собой захватить Потому что без мяска И вот сейчас мы будем использовать нашу тропу Вот, которую мы тут себе забабахали По этой тропе мы пойдем Натянуть лук, выпустить стрелу Да, а какая же сейчас температура? Минус 32 Только что было вообще красота Хлобысь, минус 32 Так, вот, кстати, сейчас мы тут и можем На волка дрещата нарваться И мы, кстати, с небольшим перевесом Да? Да Правда, мы не крайне устали У нас еще есть немножко сил Замерзли Ну, я надеюсь, отобьемся от него Главное, не топором Что-то топором теперь стало от них отбиваться плохо Надо теперь, пожалуй, выбирать все-таки ножичек Для таких мероприятий Так, до ГУЛАГа я так сегодня не добрался Ну, какой ГУЛАГ? Попробуй с медведем разберись Так, волк дрыщ, он же это тот самый Который с этого С домиками за тропы Это он 100% Это он, который пугался Рея Паркера Джуниора Младшего Предположительно Вообще мог бы заглянуть в интернет и поглядеть Что значит Джер Да я думаю, младший Какой смысл писать Старший? Старший, он имеет Оригинальное имя Без всяких префиксов и постфиксов Младшими у нас принято издеваться Вот поэтому им дописывают Младший И т.д. И т.п. Значит это все-таки Младший Как говорится А что, старший, младший Не считается Уже, да? Считается Даже у Мирикокосов Старший, младший Дописывают Так, кстати Я замерз Поэтому давайте-ка Ускоримся То нам еще возможно С волковым дрыщом Рукопашному Сходиться Сходиться в рукопашном В бою Так, дом Мизунтропа Ну давайте-ка мы сюда Тут есть тоже Немножко мяса Ну не так уж Что прям капец Как много Нет Тоже чтобы капец Как много Но тоже есть Так, что у нас тут? У нас тут дрова Ну я вам Я вам кишочки принес Чтобы высушить их здесь Вот спасибо Хорошо Положите их на пол Ну положим А что ж А что ж благородным дон Кишки на пол-то не бросить Ладно, потом На них ночью Не поскользнуться Так выйдешь ночью До ветру А, он пустой И на кишках Ренякс И поскользнулся Да Что у нас здесь Интересного Тоже ящики все попадали Нет, здесь ящики Не попадали пока Пока ведут себя прилично Они тут не попадали В другом месте попадают Так что Никогда не знаешь Где найдешь Эти попадавшие ящики Точильный камень Разумеется Разрушенный Ну естественно Кто что здесь тут А кто спал на моей кровати И помял ее Такое ощущение Что здесь кто-то спал Уже Пока меня не было Кто-то здесь поспал Так воды поедим Воды поедим И рыбы попьем Ой, а рыбу-то взял Тяжеленную На 8 килограмм Рыбы припер Не ума у тебя Не фантазия Дядь Саша Рыбы на 8 килограмм Припер Так, а что там По одежде По одежде По одежде По одежде По одежде По одежде Становись Ти-ти-ти-ти-ти Так, риск Перехлаждения Ну я на этот Хотел сходить На гулагский гулаг Так, у нас Ночь приближается Но нас это Мало порадовать Может Потому что Ни черта Мы тут Ночью не сделаем Ну да Портки зачиним Хрен с ним Они уже 53% Давай их зачиним Новье Новое термобелье Красота Вообще В новом термобелье Щеголять буду Всем волкам Дрыщат На зависть Так, я тут Сходил Провел Какие мероприятия А то же я болею А то Валера Опять скажет Валерщик скажет Дядь, Саша Ты как под водой Говоришь Про сходил Небольшие мероприятия Провел Чтобы не говорить Как под водой Но это я думаю Ненадолго Так Повязку Давай мы тебя Тоже починим Что-то намокло Так сильно Ну и че И получается У нас там Ночь нам светит Да? Ночь нам светит А мы не устали Спал всю ночь Вот теперь Как хочешь Так и Выворачивайся Как ты хочешь Выворачиваться хочешь? Да выворачиваться Я хочу Только как? Ну а че Придется нам просто ждать Придется тупо ждать Можно кстати Сразу тупо подождать Потому что Усталости Мы видим У нас нормальной нету Поэтому давайте Тупо подождем Ну а че Рыба у нас Да пупа Подождем Пока у нас Значит сейчас Вода вся из организма Выпрыгается А мы еще Ее хряпнем Не В ночи мы на гулаг Не пойдем Это может Очень плохо Закончиться Даже вот такая Музыка может Не помочь Потому что Волк дрыщ Все дела Ну и нафиг Ну я Е нафиг Мы наверное Пока тут посидим Так Ну а че я могу сказать Я могу сказать Что это все равно Еще пока мало Еще на 3 часика Подождать Да Вот половинная усталость Там значит Тудой Сюдой Ну пожалуй Можно начинать Теперь спать Потому что Хватит ждать Потому что Сейчас погода Может быть плохая Когда проснемся Тогда будем погодку Подгонять Под себя Подгони Подгони погоду Под себя Будем такое мероприятие Проводить Подгонять Естественно Ожиданием Ожиданием Чу-чу Чуда Так Ну и че Сейчас пока вроде Не метет ничего Да Так Солнце Не сильно Встало Там будет Сейчас Холодно Я знаю Так Мне желательно Не иметь Лишнего веса Во время Всех этих Моих мероприятий Ну там Наверное Придется Что-то Скинуть Просто-напросто Воду я Наверное Здесь Брошу Воды Я там Сейчас Напьюсь Я так Чувствую Так Расцвело Да Расцвело Под окошком Под окошком Что-то Расцвело Так 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 Ну давай Мы Наверное Вот так Два часа Подождем Потом Сейчас Поспим Ой-ой-ой Мясо Волк Срушилось Приготовлено Ужасы В нашем городке Мясо Волка Так мы можем Жрать вообще Крестом Зачеркнутый Красным Нам без разницы Так Значит Поспим Часик Можете Поздороваться Не хотите Поздороваться Не хотите Принять Участие В Каналии Не хотите Да Где твой телефон В сумке Он у тебя Там тебе Какие-то Жулики Сбрасывали Я слышал Это я С супругой Общелся Так Ну что Пошли Пошли На гулаг Пойдем Вроде погод хорош Ничего там Пока не свистит Не несет Ничем С улицы Поэтому давайте К воспользуемся И вроде Пока в помещении Сидишь Кажется Что там Прям ясно Прям вообще Ох А воды Сколько Если он утащил Эта вода Хорошая Хорошая Питьевая Ну мы Это сейчас Тоже Все Выкинем Так Рыбу Мы наверное Не будем Выбрасывать Что мы еще Можем здесь Оставить А я сюда Приду Да Так Я допустим Приду сюда Да Ну как бы Да Мне проще Всего сюда Приходить Ну то Давай мы Здесь Оставим Ну спальник Что мы Спальник С собой Будем Таскать Факел Вот этот Так Топор Топор Да нафиг Ну мы Ножом Будем Отбиваться Котелок Нам не Нужен Не Лампу Да я вроде Не собираюсь До ночи Тут торчать Так Сигналка Есть Так Пол литра Мне вот эти Ну вот эту Давай А маленькую Можно оставить Вдруг я сильно Замерзну Придется костер Разводить Так Ну мы и так Уже определенно Полегче стали А кстати Кофе то Надо было Немножко разгрузить Что я все С собой Таскаю Так 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 Одежды у меня Лишние нет Тут Тут у меня Ну это вообще Ничего не весит Покидывать не будем Так Это пусть Тоже Это пусть Тоже Ну ладно 24 килограмма Пойдет Хотя банки Вот эти Зачем Банки тебе Зачем Костер будешь Разжигать Что топить Что собрался Да я не собираюсь Никаке костры Разжигать Особо Только в крайнем случае Ну все Пока да Ну да Дрова пусть будет Дров я еще Немножко сейчас Приобрету По пути Так ну что Пошли Чекать гулаг Сейчас выйду И тут волк дрыж Меня встретит Так ну вот Мы выперлись Минус один Плохо конечно Что минус один Ну Вороны куда-то полетели У нас туман Что ли Я не пойму Вот здесь можно Прям с волчак Столкнуться Прям вот здесь Можно на него нарваться Или вот здесь Где-нибудь на него нарваться А я кстати Уже музыку Перезарядил Так что теперь Рэйм Паркер У него не получится Отпугнуть Отстегнуть Зачем ты хотел сказать Отстегни Мне отстегни Так Ну у нас здесь Гулаг Начинается где Это я на чем Так Это же я на острове Мизантропа Юрия Юрия Мизантропова Начальник КГБ Такой был Знаете Юрий Мизантропов Андропов Так Значит Гулаг же у нас Он должен от Крайнего барака Начаться Да И чуть дальше Но тут такие места Нехорошие Скорее всего Придется Купаться Скорее всего Не учаться Купаться Сейчас будет у нас Явление Так Ну вот этот камушек Это не гулагский Камушек Камушки Не приносит Не приносит Камушки На прибой Кролик тут Что-то бродит Тоже что-то пожрать Хочешь на кромке льда Да Ты давай тут Мое Ты давай Не безобразничай Мое не собирай Мое 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 принадлежит мне Так Ну правильно Вот барак Между двумя островами Стоит Между Как он там Называется ОРЗ И Мизантропа И вот здесь Мы начинаем Вдоль прибоя двигаться Вообще Четыре точки Должно быть Спавна лута Четыре абузика У нас тут Должно быть Я пока Ни одного Не вижу Но они скорее всего Будут далеко 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 И скорее всего Придется купаться Но мы тогда Одежду будем сбрасывать Опа Она Уже непрочный Лед А я еще О вон что-то вижу Лед кролик Нет Это я что-то вижу Это не кролик Вот Правило А вот у нас еще Что-то есть такое Это что такое Даже разглядеть не могу Мох что ли Блин Ну я сейчас тут Наверное Купаться начну Так Придется Одежду Сбрасывать Придется Сбрасывать Одежду Ну в общем Мы можем Искупаться Некоторое количество Раз Некоторое количество Раз можем Искупаться Это нам сильно Не навредит Не мы конечно Потеряем Какое-то количество Здоровья Но Но не навсегда Вот сейчас я по-моему Купнусь Да И есть Разочек Угу И по-моему Второй раз Сейчас тоже Будем купаться Что там нам пишут Что пишут Риск переохлаждения Один процент Ну это ерунда Так А это что Самоплясы Да Блин Ну что же они так далеко стоят Короче Собирать надо все Чего и не нужно Потому что потом Тятя-тятя Наши те сети Притащили мертвеца Второй раз Занырнули Это самый неудобный гулаг Падла Так Вот сейчас тебе Волк дрыщет И все и припомнит Так Камень Камень нам не нужен Вон что-то вижу Торчит Четыре точки должно быть Должно быть Четыре точечки Так Мы две собрали Это третье Собираем все Даже не нужное Потому что потом На это место Принесет что-то нужное Ну возможно Принесет А возможно нет Это рыба Это рыба Да что так долго Да все Понятно Понятно Третий раз Ёперный Ёперный Театр Так Ну давай Под музыку Под печальную Четвертую точку Ищем под печальную музыку Музыка Музыка не включается Но это бывает Сейчас может включиться Так Значит Три-то Точечки мы нашли А где же четвертая Где же четвертая Точка Ну что радует Радует Что медведь Пока отминусован Он хотя бы Здесь к нам Не придет А вот Волкодавы Могут Нами заинтересоваться Блин А почему же Я не вижу Четвертой точки Почему только Три нашел А Вон она Вижу Да Блин Прям на самом Краю Лежит Сволочь Ой Ой А здесь Однозначно Купаться Здесь Однозначно Купаться Да Это причем Палка Это причем Палка Не ну Вы видите Как она Далеко Лежит Вот Четыре Раза Скупнулись Но потом На это место Могут Принести Металлолом Тряпки Одежду Вот Половина ХП У нас Ушла Нафиг Бегем Одеваемся Бегем Одеваемся И пытаемся Вернуться Назад Так Музыку Прочь И потом Через пару дней Можно пойти Проверить Те гулаги Уже Которые Я раньше Обрыскал Там Могло Что-нибудь Новенькое Уже Принести Слушай А зачем мне Идти На остров Мизантропа Мне же Можно Сейчас Идти В В Заесину Я же Там Хотел Делать Новую Шапочку Так У меня Волчи Было Наружу Давай Волчи Наружу Оденем Так Приличные Свитера Так Варышки Самоплясы Рискоморожение Я тебе Покажу Рискоморожение Какой еще Рискоморожение Еще Это Прям Сразу Рискоморожение Ну подумаешь Суммарь У нас Замерз Плюс Три Все Нормально Плюс Три Ладно Давай До Мизантропа Дойдем Хотя Б там Согреемся Во Мы Даже В Плюсе Мы Даже В Плюсе Стали А Что Там Рыбяху Собрал Да Рыбяху Собрал Мы Воняем Значит Рыбях И Понятно А Не Мне Надо Возвращаться В дом Мизантроп Ты Там Свой Лут Оставил Лишний Да Ну Видишь Тут Ни Берез Ни Кленов Не Собрал Я Я Только Четыре Раза Искупнулся Ну Тут По-моему Было Иначе Никак Но Теперь Вот Есть Опасность Нас Сейчас Волк Дрыщ Может Нам Отмстить За Рея Паркера Он Может Вот Здесь Встретить Нас На Бугру Он Прям Очень Любит Здесь На Бугру Встречать И Что Самое Главное Самое Главное И здоровье Это уже Немного Самое Главное Тут Не Успеешь Приманку Бросить Ну Побежали Побежали Не Оглядывайся Не Оглядывайся Беги Не Оглядывайся Так Рыбу Выкинем Давай Ну Пошли Греться Ну Короче Купание Прошло Вроде Так Более Менее Удачно А Что Мы Там Насобирали Палку Я Собрал Какую То Мох Собрал И Что Еще Было Я Уже Не Помню А И Самопляса Я Собрал Вот Вот Ну И Кожзам Получили Два Получили Два Кожзам Так Риск Перехлаждения Риск Обморожения А Что Еще Светится А Еще Один Риск Обморожения Ишь ты Два Риска Обморожения Нормалек Нормалек Два Риска Обмораживания Вот Собственно Горя Рисурсами Разжились На Товарища Гулаги Небольшим Количеством 703 дня Действия Собрать Че Разобралась Кто там Звонил О А мне Тоже Кто-то Скинул Звонок Но я А ты Че Перезванил Что Да Это Жулики Им Нечего Перезванивать У меня Света Они Сбросили Звонок Я же Тебе Сказал Правильно Я Слышал Как Звонок Сбросили Тот Самый Звонок Другого Не Был Да Я Понимаю Не Эти Звон Я Слышал Как Они Звонили Они Сбросили Звонок Так Ладно Че Все Собрали Собрали Пошли Так Поесть Убарак Там Хапнем Себе Так Значит А Че Не Подключается Да А Мне Интернет Не Нужен Можно Выключать Я Могу Выключить У меня Пока Он Вообще Не Требуется Интернет Ну Да Надо Отключить Все На Компьютерах Детям Все Отключить А он Иногда У тебя Попозже Включается Подожди Чуть Чуть Вдруг Включится Вдруг Вчуклится Так Значит Мы Сейчас Пройдем ВЗС Ну А потом Когда Нибудь Там Себе Сделаем Шапчонку Из Товарища Волкодава Так У нас Тут небольшие Проблемы С интернетом Ну у меня Никаких Мне интернет Пока не нужен Это я тут Супруг свою Консультировал Так Что тут у нас Вороны Думы мои Вороны Думы Пролют Ну вообще Давай Соберем Если тут Есть что Нибудь Типа Перешков Перешков Перестых Перешков Странно А что Ты не пропадаешь До сих пор Мясо С тебя Срезать Да Не Жадничать Не будем Не будем Жадничать Нам Достаточно Пока Мяса Пусть Пусть Сейчас Все будет Так Так Это что У нас Испорченная Медвежатина Ну конечно Нам выгоднее Медвежатина С собой Захватить Испорченная Разрушенная Приготовленная Потому что Она весит Меньше Чем рыбы Волки Оба валяются Оба Но калорий В ней Больше Соотношение Веса И калорий Медвежатина Разумеется Рулит Поэтому Мы заберем Медвежатину И побежали 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 Я думаю Сейчас еще Каких-нибудь Волкодавов Штурмовых Я встречу По пути Да Сто процентов Встречу Так Ну а что У нас есть Возможность Шапку сделать Да там Уже Наверное Типа Ночи Никаких А Воды Я забыл Взять Два литра Только воды Нет За водой Я пожалуй Вернусь Воды мне надо А у меня там Вода есть Я не помню Ну не помнишь Значит возвращайся С такой дурачок И не помнишь Я вернусь Я возьму Я не гордый Я вернусь Возьму Тем более Что тут Вода есть Литр Литр Раз Литр Два Водка Водка Водочка Один Маленький Два Больших Глотка За Полташкой Суточка Мы такая Песня Такую вот Знаем Да В народном Продюсере Помню было Сергея Валерьевича А что же за группа Тепела Про водку Литр раз Литр два Не помню Но это можно найти Это можно найти В интернете А он у меня Как раз Сейчас отключен Я у себя Само лично Я Отключил Интернет Это такой Знаете Заголовок Дядя Саша Отключил Интернет Так Вороны Летают Ну а че им еще Вороном то делать У них работ Такая Летать Летай пока Молодой Ворон Летай пока Молодой Ну если здесь Валяется Один волк Пристреленный То там еще Как минимум Драй Драй Штукс Бегает Как минимум Драй Штукс Бегает Не пристреленных Вообще Ни разу Ни в одном Глазном яблоке Не пристреленный Так Ну мы с тебя брать Ничего не будем Нам пока Дорого Наше Здоровье Хотя в принципе В плюсе Но тут сейчас Стемнеет И все такое Да не не Пошли Показ А не Не показалось Кто то действительно Гавкнул А кто то Кто там гавкает С тобой свинья Не гавкает А говорит капитан Жиглов Слыхал Протокован Походу Нет Не слыхал Ах ты Съесть успел Но погиб А что он мне Медвежатину сожрал Не Он сожрал То что надо Молодец Молодец Подключилась Так Еще мы одного Товарища Волкодава Получили себе Правда Он нам совсем Был не нужен Ну Что поделаешь Не смогли Отказаться Ну Может быть С утреца Выбежим Сдерем С них что Нибудь Я не знаю Я так понимаю Это был Не последний Волкодав Что-то я в них Начал поздно Как-то стрелять И жрут Они у меня Приманки Надо как-то С этим делом Бороться А то сейчас Будет жалко Им кусок Медвежатина Хороший Отдать Если он Его сожрет И сразу И сразу И сдохнет Рядышком Нет В почтовых Ящиках Ты здесь Ничего не найдешь Так Кстати Здесь же Медведь Может прийти Сверху Да Вот этот Вот этот Действительно Может прийти Этого я по-моему Еще не пристрелил Поэтому Или пристрелил Да нет Я сюда Недавно пришел Не успел Его еще Грохнуть Вон еще Тут бродить Значит Надо будет Его тоже Поскоренькому Отправить В Респавн Лось Кстати Может нарисоваться Теоретически Ну Чисто Теоретически Ну И 2-3 Волка Еще Может быть В ближайшее Время Ладно Пока Никого Нету Пошли Мы вернулись Почему-то Без приключений Но В принципе Это не страшно Так Это мы Значит С гулага В прошлый раз Собрали Береза Высохла А дерева Кленового Еще нет Значит Березу Кладем Вот сюда Пусть Она здесь Лежит Пусть Береза Лежит Здесь Мы из нее Будем себе Стрелы Делать Таким образом Мы получили Практически Бесконечный Источник Стрел Так Ну Разрушена Медвежатина Нет Никакого Смысла Не выбрасывать Из инвентаря Не класть На улицу Она все равно Уже разрушена Ей уже Ей уже Хуже не станет Она разрушена Так Нам нужна Волчья шкурка Волчья шкурка Сколько нам Для шапки Надо шкурки Волчьи Для шапки Нам нужно Две шкурки Два кишка И четыре часа В принципе Недолго Ну шкурки два Вот они Один Два Так Так И кишки По-моему У меня были Сухие Одни Еще одни Взял Да Все Ну пошли Шить Какие проблемы Пока нам Ясно Давай Сошьем Так Шапченка Волчья Вот Значит Необходим набор Для шитья Или удочка Ага Ага Ну четыре часа Наверное мы не прошьем Есть такие подозрения Стемнет Ну естественно Стемнело Ну Мы не будем использовать Принудительное освещение Мы дождемся Утречка Хотя усталости Как таковой Опять нема Да Ничего не поделаешь А вот Куздодер Его надо было отнести Его надо было отнести Что же я его не отнес Не забыть бы Утереть нести Ну Мы столько не проспим Ну Сколько проспим Кстати Может сияние начнется Нам подмагнет Ну Сейчас тебе начнется Ага А так прям ясно Да Ясно А топлива у меня вообще много Вообще топлива у меня конечно много Кстати Давай изучим Сколько у нас топлива Можно же фонарь зажечь Че мы обламываемся Давай фонарь зажжем Че у нас здесь по части топлива Пол литра И с собой у нас практически литр О Здесь полтора литра Здесь ничего Ага Ну значит мы берем пол литра еще Давай Простроишь Ну я выключу пока Так значит будем сейчас мы сжечь лампу И при лампе работать При свете лампы Топлива много Топлива много Че я его солить что ли буду Нечего солить Давай лампу сразу заправим Она почти полная Мне кажется полностью заправленный на 2 часа хватит работы Ну Хотя не знаю Я особо никогда при лампе как-то не работал Ща мы это Ща мы это как раз и испытаем Так ну давай по часу тогда По часу Давай час начать делать Давай часик Ну лампа пока горит Кстати мы ее давай заберем Ооо нифига себе Че это она так мало Да это она что Она полностью заправленная Будет работать Если это час А в ней как минимум осталось Еще 3 четверти Че она на 4 часа хватает лампы Никогда кстати не проверял Насколько лампы может хватить работы Да намного ее хватает Тем более Че обламываться Так Нет Чуть больше половины за 2 часа ушло Да В ней 400 миллилитров осталось А была в ней Был в ней литр 600 за 2 часа 300 миллилитров в час получается Да Ну да Получается 300 миллилитров в час То есть на 3 часа полностью Заправленной лампы хватит Так вот у нас появилась Пустая тара Мы ее наверное Не мы ее наверное оставим Оставим пока Не будем выбрасывать Ну надо туда не забывать Почаще А кстати Че шапку то сшили Давай напялим Ну она 3 градуса дает Защита у нее 6 От повреждений у этой 4 Влагостойкость 300 Такая же Но потяжелее В 2 разика Ну ничего А еще если эту починить Так Тогда мы эту шапку носить не будем Вот эту Мы ее тогда Давай с тобой Че правильно Соберем Получим из нее одну шкуру Кролич Шкуру мы Использовать будем Для ремонта Той шапки В которую мы сейчас Ходим Да Да Только мы сейчас У нас не получится Потому что у нас Только 3 3 луча А как говорил Валер Должно быть 5 Пятилучевое солнце Шапку Которую мы пока Значит решили носить Ой удочка у нас хреновенькая Значит надо удочка себе Начинать делать Вот ей и кирдык Кстати они может быть тут есть Да наверняка есть Так Тут удочка только одна Тут удочек много Да Две Не так уж и много Вот лески Есть крючки Понятно Значит можно удочку взять И пока не заморачиваться Тут еще есть и лески И крючки Так что ни к чему Так Что у нас тут насчет одежды Самопляться Ну 90% чинить А явно рано И явно Медвежьей шубы 87 Ну тоже еще можно пока ее Помусолить Ладно все Какой бонус тепла мы теперь имеем С такой шапкой 3-4 А был 32 А защита от ветра не изменилась 12 Была такая осталась А вот просто защита Наверное чуть-чуть возросла Возросла Ну и 25 Только бега осталось Бега осталось 25% Немного Ну нам особо бегать и не надо Мы же теперь люди серьезные Что мы бегать будем Главное чтобы тепло было А бегаете Пусть Пущай волки бегаете И медведи Страч Страчи Так ну на этом Пожалуй на сегодня Хватит Друзья Выживатели Остальное мы будем Проходить уже в серии Номер 181 Так ну а что Куда мы тогда пойдем В следующей серии Ну мы наверное Пойдем к Стоянке рыбокопов Проверять новые гулы Ну в смысле На новые гулаги А проверять гулаги Перезарядились ли они Или нет Может быть они Перезарядились И мы там начнем Найдем что-нибудь Интересное Типа металлолома Или березок и кленов Там два гулага Могло уже Перезарядиться А после этого Наверное пойдем искать Еще одного Товарища медведя Который наверху живет Ну это уже все будет В следующей серии Ну все Короче Прощаюсь Ставьте Лайчики Вподобайчики Пишите комментарии Ну и все Я пошел Ну и пусть у вас Так как у меня Ящики не багуются Как у меня это Первый раз было Ну вообще у вас Так скорее всего И не будет Ну все пока До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok